Перед началом данного видеоролика убедительная просьба его выключить. Всем привет, с вами Бутер. Вы никогда не задумывались, а что было бы потом, соответственно, если бы мы сделали что-то раньше? Так вот, мы... Это не повторное прохождение Зайчика. Это видос не в таком стиле, то есть, да? Собственно, что такое? Почему вот этот вот момент? Объясняю. Ну и как многие могли догадаться, наверное, уже, собственно, что будет, если всё-таки взять амулет у Полины, и как это повлияет на концовку с Ромой, где он нас... Я не буду говорить, вот, что он сделал с Антоном. Может быть, вы смотрели этот видос, а может быть, и не смотрели. В любом случае, ссылочка на прошлый ролик будет в описании. В прошлом ролике. И по аннотации тут, в принципе, можете перейти. Чё, в принципе, там было в прошлом ролике, да. Рассказывать, собственно, этого не буду. Вот, ну, как-то так. Давайте посмотрим, как вот этот вот выбор изменит концовку. Это будет, ну, один такой вот филерный, мне кажется, видос. Вот. И после него уже последует нормальное, полноценное перепрохождение зайчика. Вот. И я объясню. Объясню, что мы будем делать в этом перехождении. Я бы мог загрузить игру, соответственно, с момента выбора Полины либо Алиса. Но, чтобы так было атмосфернее, я перепройду игру заново. Да и плюс, я бы хотел посмотреть вот на вот это, на вот этот моментик. Выбрать всё-таки телевизор, проверить телевизор. Вот. Ну, собственно, это самое начало. Почему бы, собственно, не начать, соответственно, проходить эту игру сначала, да. Вот. Поэтому, как будет выглядеть этот видос. Сейчас я закончу. Сейчас, минуту ещё вашего времени. Как будет выглядеть этот видос. Я буду какие-то моменты озвучивать, соответственно, показывать. Ну, а большинство промежутка времени я, соответственно, буду вырезать. Вот так вот. Что мы, в принципе, и видели. Вот. Итак, ну что ж, приступим. Мы берём амулет. Если для тебя это так важно. Угу. Хорошо. Давай попробуем начать всё с чистого листа. Угу. Я осторожно взял амулет свободной рукой. Тот источал тепло полениного тела и пленяющий аромат ежевики. Затем аккуратно повесил его на шею, спрятав под воротник рубашки. Шаман Кинг. Вы применили амулет. Да, ачивку дали. Вместе с подарком пришла какая-то странная уверенность. Этот оберег сможет изменить мою жизнь. А действительно же сможет, наверное. На это мы посмотрим. Полина довольная. Мы с Полиной синхронно улыбнулись, чувствуя, как между нами тает ледяная стена. Спасибо, Антон. Пожалуйста. Для меня это действительно много значит. Угу. Полина внимательно меня осмотрела и пощёлкала языком. А знаешь, на что ты похож, Антоша? Так, вот это, наверное, было. Ну, сейчас посмотрим уже. На блюзовую импровизацию. Да, в принципе. Это мы всё слышали, это мы всё видели. Поэтому ставлю пока что запись на паузу, соответственно. И продолжим с какого-то момента, которого мы не видели, соответственно. Всё. Так, собственно, я дошёл до какого-то момента. Вот после... Я заполнил анкету. Вышел, соответственно, во двор. Меня встретил Бяша. Привёл к Ромке. Мне интересно посмотреть вместе с вами, поможет ли вот этот амулет сейчас. Поэтому давайте посмотрим. Во дворе никого, кроме мрачного Ромки. Он стоял широко раздвинув ноги. Правая рука была спрятана за спину. Сухие губы плотно сжаты. Глаза стреляют то в меня, то по сторонам. Я всей душой надеялся, что Ромка не видел нас с Полиной вместе. Привёл на. Угу. Вижу. Ну, здорово, Антоша. Что тебе нужно? Так, вот он достал нож, соответственно. Он должен был мне пырнуть его в плечо. Как спасёт амулет? Может быть. Он медленно извлёк из-за спины узкое хищно-блестящее лезвие. Нож, стальная бабочка смерти, летящая на стук сердца. Инстинктивно отпрянул и врезался в Бяшу. Ромкина шестёрка подтолкнула меня обратно. А мы с Бяшей хотели узнать. Ты не держишь на нас обиду? Ромка принялся ковырять жёлтый ноготь, с коварной усмешкой уставившись на меня. Ну, там, в лесу. Мы были немного грубы с тобой. Сам понимаешь, такое у нас воспитание на... Да, до вас, городских, далеко. А вот порой нас и заносит. Я кивнул, глядя на нож. Скажи, Антоша, я тебя в последний раз не сильно огрел? Да нет. Ну и славно. А то я затревожился, что память тебе отбил. И ты запамятовал, о чём мы втолковывали. Я помню. Лезвие переливалось в закатном свете. И как же зло переливалось... И так же зло переливались зрачки Ромы. Так, ну-ка. Он шагнул ко мне. Поводил ножом в сантиментре от руки. Одно движение, и сталь вспорит ткань. А если надавить глубже... Нам одна птичка напела. Ты опять возле Полины отирался? Знаем, знаем, что за птичка. Страшно было так, что я не сразу понял, кто такая Полина. Да. Мозг сбоил, колени тряслись. Вдруг позади Ромки неспешной походкой прошла наша староста. О, смотрю, мальчики, вы нашли общий язык. Да. Как я... Я не помню, говорил ли я это в первом прохождении или нет. Но почему ей так похуй, что два гопника с ножом хотят напасть на, бля, ее одноклассника? Ну, это, конечно, тоже ее одноклассники. Но, бля, почему не наябедничать на такое вот поведение с ножом? Ну, блядь, что они вот не боятся. Даже во дворе школы. Ну, это же двор школьный, вроде бы. С ножом находиться на территории школы. Ну, вот если... Ну, там вот калитка. Я не знаю, типа. Ну, похоже же на школу. Вот это школа. Вот. Типа, там калитка. Собственно. Поэтому вот так вот. Но у меня, если такой вот исход событий, то, собственно, Кате выгодно вот это вот, так сказать, союз с Ромкой. Потому что она, соответственно, не такая, ну, хулиганка, типа. У нее нет с собой ножей никаких, там, либо других каких-то оружий. Просто прикол в том, что Ромка и Катя, ну, они, соответственно, очень полезны друг для друга. Катя, руками Ромки, может устранить тот, ну, тех, кого... Тех, кто ее, соответственно, обидел. Вот. Собственно, так и произошло, хотя это было нечаянно, что Антон упал на грудь Кате. Она возмутилась такая и сразу нас возненавидела. Соответственно, руками Ромки она, в принципе, может как-то на нас повлиять, отомстить, либо еще что-то сделать. Вот. А Ромке тоже полезна вот информация о том, что я вот там вот с Полиной в коридоре шушукался. Соответственно, вот так вот Ромка может за полезную инфу сделать больно вот ГГ. Соответственно. Ну, понятное дело, что у Кати и у Ромки на нас какая-то вот обида за Тайн. Вот. Поэтому вот их союз очень такой вот взаимовыгодный получается. Вот. Ну, это такое, типа, отступление. Давайте продолжать. За мной должок, Катька. Ой, не благодари, Ромочка. Я всегда на страже настоящей любви. Да-да-да. Клянусь, я убью тебя. Так, я не слышу. Ты к Полине подходил или нет? Мы так болтали. Именно в этот момент пропала куда-то Катя. Типа, вот она ушла. Там было вот на этой анкете написано, ну, точнее, не в анкете, а в объявлении. Вот. Что вот она была одета там в шапку, все дела. Возможно, после вот этого момента как раз и она и, собственно, куда-то подевалась. Ее похитили. Болтать будешь кишками, когда я тебе брюхо вскрою. Отсылочка. Лезвие плашмя прошлось по моему рукаву вверх и достало до воротника. Ветер остужал лицо, но струйка пота стекла по виску. Наверное, мне надо объяснить так, чтоб ты понял. Так. Ага, он замахнулся. Рукояти и клинок завертелись в опасной пляске, как лопасти вертолета, сметающие все на своем пути. Так. Я попытался увернуться, но, сделав шаг назад, подскользнулся и грохнулся на пятую точку. Вот! Все-таки сработал амулет. Амулет Полины будто того и ждал. Бросился из-под воротника навстречу острию ножа. Подвеска не дала когтю впиться в шею обидчика. И оберег глухо рухнул мне на грудь. Казалось, колотые раны вот-вот посыпятся на меня в таком количестве, что я захлебнусь собственной кровью. Но почему-то Ромка застыл, словно завороженный. Он стоял с занесенной для удара рукой и, вытаращившись на побрякушку, рычал что-то злобное и нечленораздельное. Полинин подарок одним своим видом бесил у Ромку, но одновременно связывал его руки. Это длилось неестественно долгое время, так что Бяша с непониманием нахмурился. Где-то наверху скрипнуло открывающееся окно. Опа, Стёпа! Адреналина уже было предостаточно, и почти взлетев с места, я бросился прочь. Ромка уезжал, когда я был уже далеко, и бросил мне вслед пугающее напоминание. Попробуй ещё раз позабудь! А вот это уже было, да. Я спалила училку. Антоша! Угу. Собственно, амулет реально помог. Во рту стоял привкус гадкой воды, которой я запил лекарство. Вот, в принципе, на этом мы тоже останавливаемся, потому что... Я не думаю, что тут что-то будет такое, ну... Интересное. Вот, дойдём до того момента, я думаю, когда мы будем находиться уже за пределами дома Полины. Вот. Собственно, продолжаем. Вот. Я дошёл уже до этого момента. Ничего не изменилось. Если вы задумались, а влияет ли амулет... Ну, типа, что нас не расцарапает Джоанна. Вот. Она расцарапает. Так и задумано. Вот. Но больше всего интересен вот этот вот момент, ради которого я и записываю этот ролик. В принципе. Вот. Мы до него дошли. Я до него дошёл сейчас. И, собственно, мы это продолжаем. Сейчас попью. Встреча с Ромкой. Я вылетел на крыльцо, на дорожку. Петлящую между домов. Пока я гостю у Полины, мрак вороньими крылами... Крылами? 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 Крылами. 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 В пятки. Крылами. 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 да забрал все отлично так обескровленные губы ромы растянулись страшной гримасе зрачки сверкали словно две монеты вот я не знаю как здесь может подействовать амулет странно либо он действует только один раз хер узнает убери нож так думаешь я псих я покажу тебе что делают психи рома я отступал боясь повернуться к нему беззащитными лопатками ромка шел на меня скались жалкие ублюдо так в уголках его рта выступила пена он судорожно утер лицо рукавом еще сильнее размазав слезы по щекам остекленевшие глаза заволокло туманом ненависти амулет коготь который мне дала полина снова пришел на выручку время словно замедлилось стало как янтарь в котором застыл не только я но и ромка с его опасным ножом беги просигналил внутренний голос спасай свою шкуру так вот этого не было вдруг он завыл горестный бой взвился к звездам это было чё ромка сунул себе в рот рукоять ножа как сигару зажал зубами лезвие торчало наружу стальным клыком а затем он упал на четвереньки бля чё за херек его тень по звериному нахохлилась слюна капала на снег обезумевший обезумевший ромка зарычал и бросился ко мне отталкиваясь всеми четырьмя конечностями беги о господи я побежал не разбер не разбирая дороги ботинки вязли в сугробах пикал штакетник шум поднялся такой словно за мной гнался не ровесник а какой-то зверь большой до ужаса ветер бил по лицу обжигал будто листья крапивы я задыхался так и что на повороте стоял припаркованный трактор но водителя я не увидел он он здесь что-то юркая перепрыгнула тропинку приземлилась паре метров от меня снежная бригада перекрыла путь я вскарабкался на него вскарабкался на нее скатился ринулся в переулок фонари мигали панически я заметил сельмак и кинулся к нему так продукта кей дернул ручку заперта стекле отразился переулок что-то огромное и жуткое двигалась оттуда окутанная метелью точно похороном с саванна волк я метнулся на расчищенную полоску асфальта собаки во дворах не лаяли а жалобно скулили но это гораздо напряжение я обогнул крайний дом и выбежал за поселок лес нависал черные монолитные глыбы у меня был выбор просек просека на которой я был бы на которой я был бы как на ладони или прямой маршрут через лес через рвы и бурелом и я прочел второй вариант прыгнул в бок нога скользнула по льду рухнул в овраг брыкаясь перевернулся на спину и стал отползать ожидая что ромка вот-вот появится сверху нечеловеческий вопль пронесся дворами винтилился в уши прошла минута вторая я трясся всматривая сматриваясь в край оврага чернильные мазки сосен ты к этому итоге и ромка получается в приближающуюся тень мальчик в маске волка вышел из и из леса и остановился передо мной но я так и знал я подозревал что ромка это волк охуеть я так и знал я сначала думал что вова и сказал вам об этом но потом ну точнее я всегда думал что на месте волка это ромка ну и сказал вам про вову ну бля в голове держалась мысль что это ромка охуеть у меня шок вдруг он разжал кулак нож бабочка упал на снег тебе ничего не угрожает мы же говорили ага волчек не веря своим глазам я поднялся на ноги волчок махнул рукой в сторону просеки все в порядке иди да и голос как у ромки походу я был слишком испуган чтобы задавать вопросы потому я молча ушел хромая вдоль колышущихся деревьев и постарался не думать о сгустках тьмы что провожали меня хоронять за кулис за кустами выживший вы сбежали от ромки ачивку дали я еще не знал что ждет меня нами что меня что ждет меня вместе которые я по ошибке назвал домом входная дверь была открыта и чуть покачивалась от ветра мне показалось что и не покрывает мою кожу я стиснул кулаки мрак просачивался в прихожую а с ним медленно планируя на ковер влетали снежинки а будто стая падальщиков почуешь их добычу я осторожно перешагнул порог вдруг услышал как кто-то говорить на кухне но это был всего лишь радиоприемник так я понял так что на четвертый эпизод у нас продолжается собственно давайте наверное сейчас дойдем до какого-то момента и закончим потому что я думаю вот этот момент тоже встретиться ну повторном прохождении и спойлерить какой-то вот дальнейший сюжет когда вот нас вот антона не убили соответственно и сюжет на этом не закончился финал игры не произошел на четвертом эпизоде сейчас получается у нас продолжение событий каких-то вот и я не хочу сейчас спойлерить себе что-то потому что мы мало что узнали от алисы на телеке не проверили вот поэтому давайте мы соответственно сейчас до какого-то моментика дойдем и остановимся и будем получается проходить зайчик заново циклона которым мы предупреждали движется к региону завтра синоптики обещают ветер с порывами до 15 метров мчс призвал жителей соблюдать меры предосторожности дороги перекрыты холодная воздушная масса арктического происхождения несет с собой буран сверху тоже доносились голоса заскрипели протяжные ступень я делал шаг а сердце за это время успевала ударить пять-шесть раз двери родительской комнаты была отворена в пятне света выступал театр теней черные силуэты исполняли танец ненависти мамины кисти взметались к потолку когда она шипела на отца а он нависал скрестив руки над широк на широкой груди мы все в опасности и все из-за тебя вот собственно вот так вот тогда я думаю на этом моментики мы соответственно остановимся да вот поэтому ну какой то вот такой вот вышел ролик немножечко хаотичный получился но мы хотя бы посмотрели на продолжение что если нас в итоге не зарежет ромка на вот конечно коротко вышло ну чё поделать вот будет проходить зайчик заново все таки вот потому что я действительно думаю что вот после этого момента с ромкой сюжет продолжается и будет что-то гораздо интереснее вот происходить мы посмотрим на весь четвертый эпизод да вот ну как я уже сказал ранее чтобы не заспойлерить себе что-то вот сейчас мы будем вот сначала постепенно все проходить конечно же вот вот так короче чем можно сказать амулет помог действительно помог но то что я вот не ожидал это вот этот вот волк я конечно думаю что это ромка то что он стал на четвереньки так начал как-то там еще антон типа подчеркнул что выступала там шерсть что-то такое вот походу в этот рома превратился в этого волка вот голос такой же как у ромки причем он нож держал его выкинул но возможно это все таки был не ромка а был какой-то другой персонаж точнее волк вот и возможно он убил ромку выхватив его нож и соответственно бросил его так демонстративно чтобы мы поняли и он соответственно сказал нам что вдруг тебя в обиду типа не дадим все дела вот поэтому как то так возможно этот волк убил ромку а возможно этот волк и есть ромка я не знаю но поначалу я соответственно подумал именно авто на второй вариант вот короче тогда давайте на этом заканчивать собственно и мы начнем соответственно проходить зайчик уже в следующей серии новое прохождение зайчика да вот короче вот так вот вот да конечно же ссылочка на плейлист с первым прохождением но из будущем вторым будет в описании под этим роликом также не забываем про ссылочку в описании на мой телеграм-канал в который вы можете перейти и посмотреть что вообще происходит в моей ждухе вот все дела на вот там может быть что-то интересное а может быть что-то скучное решать вам соответственно вот тогда на этом закончим спасибо что смотрели этот видеоролик но с вами как всегда был бутер до свидания